Бюджет, расходы и проблемы. Комитет при Департаменте здравоохранения подвел итоги года. Бюджет следующего года 6,5 миллиардов рублей. Дефицита не ожидается. Помимо самого бюджета, остро обсуждались вопросы и проблемы здравоохранения. Например, вопрос зарплаты. Обещают, что в следующем году в среднем врачи будут получать по 31 тысячи рублей. Затронули тему и профессионализма врачей. Возникает вопрос, а нужна ли такая кардиология, в которой пациент лежит, получает лекарства. Вот пример моей матери. Пролежала месяц, да, вроде хорошо, выписалась, через день опять тот же приступ повышения давления и аритмии. Ей что нужно? Ей нужно грамотное назначение лекарств. А если она находится на дельфане, как у нас привыкли, понимаете, не на современных препаратах, то, конечно, ей будет сложно. Другая немаловажная тема – платные медицинские услуги. Общественным советом было принято решение донести до пациентов, что платные услуги – это не прихоть лечебного учреждения или главврачей, а недофинансирование. Что такое это платные услуги? Во-первых, чтобы оказать эту услугу, надо откуда-то взять деньги, чтобы приобрести реактив. Стоимость реактива в цене этой услуги где-то процентов 70. Это дорогой реактив. Значит, что-то надо заплатить немножко хотя бы, не полностью зарплату, а как приработок, специалисту, который это сделал. С платных услуг мы оплачиваем долю отопления, освещения, водоснабжения. Помимо платных услуг есть и другие моменты так называемой оплаты, когда пациент платит просто так, в качестве поощрения. Пациент должен четко понимать, что его медицинская помощь, оказанная в лечебном учреждении, оплачивается согласно имеющейся у него полиса медицинского страхования. И то есть помощь государственному гарантируется в определенном объеме. И никаких дополнительных средств без его желания он вносить не может. Если у него есть желание осуществить какую-то помощь за оплату в рамках действующего законодательства, он это может сделать. Поговорили и о зарплатах главных врачей, и о том, как сильно отличаются друг от друга городские и областные больницы. Этот вопрос есть, и насколько я понимаю, главные врачи могут получать еще доплату за платные услуги, о которых сейчас вот говорили. И насколько я обладаю информацией, кто-то себе платит 1%, кто-то 2%, потому что каким-то приказом допущено. Главным врачам процент свыше определяется. Процент до, у них, насколько я понимаю. А они себе могут, допустим, воронцов себе заплатить 1%, а кто-то где-то на периферии. Стоматологи, они... Огромный фронт работы, который предстоит выполнять комитету при департаменте здравоохранения, намечен. И в планах комитета пригласить на следующее заседание директора Брянского территориального фонда обязательного медицинского страхования, чтобы прояснить один вопрос. Почему деньги хранятся в фонде, но за все спрашивают с департамента? Игорь Умаров, Владимир Шалободов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.